Припарковаться в этот день около спортивного парка отдыха, как и найти свободное место в конференц-зале, было сложно. Желающих постичь азы популярной ходьбы собралось много, от мала до велика. Обучение вели тренеры, мастера спорта международного класса Марина Солошенко, Иван Марченков и Михаил Дивидьяров. Это идеальный вид фитнеса для снижения веса, для поддержания своих физических способностей, укрепления наших мышц, связок. И, соответственно, можно выходить с ними из проблем с позвоночником, в принципе, противоказаний в нем нет. Работает до 90% мышц тела. За счет этого можно эффективно снизить вес, скорректировать нашу фигуру. Очень полезно для функциональной системы организма, для сердечно-сосудистой системы организма. Михаил Дивидьяров рассказал, как правильно подобрать палки для ходьбы. История возникновения этого вида спорта относится к 1940 году. Тогда финские лыжники стали практиковать на тренировках в летний сезон бег с лыжными палками. Впоследствии медицинские исследования подтвердили положительное влияние такой ходьбы на уровень физического состояния спортсменов. Скандинавская ходьба позволяет держать в тонусе 90% мышц тела, сжигать до 45% больше калорий, чем при обычной ходьбе, возвращать к полноценной жизни людей с проблемами опорно-двигательной системы. Словом, столько плюсов, что каждому не терпелось испытать все на себе. Сначала разминка с палками на зеленой поляне. Красота парка поражает. Здесь созданы замечательные условия для занятия спортом. Уже объявлен набор детей 8-13 лет в лыжную и лыжероллерную команды. Между тем, разминка для разогрева подошла к концу. Мы беседуем с членами команды социального центра «Власиха». Они уже три года с палочками прогуливаются. Мы прибыли сюда, в район Одинцовский, для того, чтобы посмотреть, к чем формы, может быть, новые какие-то есть ходьбы, и поделиться, соответственно, опытом. Я вот когда похожу на палочкой, я потом как будто летаю как-то. Вот такое вот состояние очень хорошее, легкое такое, летящее. У меня перестали коленочки болеть, и суставчики болеть перестали, но я очень довольна. А теперь вместе с тренерами все в лес за здоровьем. Хочется верить, что соревнования по скандинавской ходьбе в спортивном парке отдыха 3 октября станут такими же традиционными, как и манджосовская лыжня в канун Нового года. Дарья Киреева, Галина Поликарпова, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.